МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коваленко Евгений Иосифович родился 26 июня 1980 года. В 2002-м с отличием окончил Белорусский государственный экономический университет по специальности правоведения. В 2005-м специальный факультет иностранных языков Минского государственного лингвистического университета по специальности английский язык. В 2016-м с отличием окончил Академию управления при президенте Республики Беларусь по специальности государственное строительство. Больше 8 лет работал в Министерстве юстиции Беларуси. Прошел путь от ведущего специалиста до заместителя министра. Около 5 лет занимал должность начальника управления государственного и международного права в администрации президента Беларуси. Кандидат юридических наук, доцент. С января 2015-го директор Национального центра правовой информации. Евгений Иосифович, здравствуйте. Добрый день. Объясните, пожалуйста, для рядового зрителя, что такое Национальный центр правовой информации, чем он занимается и почему это так важно. В соответствии с Конституцией, гражданам гарантировано право на получение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов. Национальный центр правовой информации в Беларуси принимает все меры для обеспечения реализации этого Конституционного права. Именно в Национальном центре правовой информации собираются все нормативные документы всех государственных органов, должностных лиц, принимаемые в республике. От декретов главы государства до решений районных исполнительных комитетов. Национальный центр правовой информации не только собирает эти материалы, он обеспечивает их обработку, систематизацию, а также производит официальное опубликование нормативных правовых актов. Поэтому ни один документ в стране, который касается прав, свобод или законных интересов граждан, не вступает в силу, пока он не пройдет предусмотренные технологические процедуры, не будет обработан и официально опубликован Национальным центром правовой информации. А какие из созданных вашим центром ресурсов предназначены не только для специалистов в области права, но и для обычных людей? Обычный человек с улицы. Как он может воспользоваться вашими услугами? В Республике Беларусь Национальным центром создан ряд проектов, направленных на то, чтобы сделать правовую информацию доступной для всех. В первую очередь создан ряд интернет-ресурсов, которые обеспечивают доведение правовой информации до сведения всех заинтересованных. Будь то рядовые граждане, представители бизнеса или сотрудники государственных органов. В первую очередь создан Национальный правовой интернет-портал, который размещен по адресу право.бивай. Здесь не только происходит официальное опубликование всех нормативных актов, принимаемых в стране, но и размещена информация, касающаяся системы государственных органов. Также размещаются общественно-политические новости в сфере права и не только в сфере права. Кроме того, создан правовой форум в Беларуси. Это уникальная интернет-площадка, где, с одной стороны, рядовые граждане могут задать вопросы в области права, получить компетентную консультацию от специалистов в сфере права. Одновременно на этой же площадке размещаются проекты нормативных актов в важнейших сферах государственной жизни, общественного развития в сфере экономики, для того, чтобы представители беларусского общества могли высказать свои замечания и предложения относительно того, как надо тем или иным образом регулировать в будущем общественные отношения. Также Национальным центром правовой информации создан детский правовой сайт. Это интересный ресурс, где представлена в популярной форме информация о государстве, о праве, о правах и обязанностях. Этот ресурс адресован детям, подросткам, их родителям и педагогам. Кроме того, Национальный центр правовой информации во взаимодействии с другими государственными органами реализует проект по созданию центров доступа к правовой информации. Мы работаем совместно с публичными библиотеками, учреждениями культуры, образования. И в результате, например, в Минске практически в каждой первой публичной библиотеке, в других регионах, в каждой четвертой библиотеке читатели, пользователи, местные жители могут прийти и получить компетентную, достоверную правовую информацию относительно тех правых решений, тех нормативных актов, которые в стране действуют. Ваша платформа используется еще и для общественных обсуждений каких-то нормативно-правовых актов, документов. Как это происходит? Как люди могут высказать свое мнение, учитывается ли оно потом? Те документы, которые предполагаются к принятию, которые готовятся к государственным органам и которые затрагивают интересы широких слоев населения, они размещаются на правовом форуме Беларуси. Это специальная площадка, которая создана и ведется Национальным центром правовой информации. Одновременно информация о том, что проходит общественное обсуждение того или иного подготовленного проекта, нормативного акта, размещается на других интернет-ресурсах, которые ведет Национальный центр правовой информации. Также специально созданы аккаунты НСПИ в социальных сетях. Мы знаем, что современное общество молодежь переходит к использованию мессенджеров, специальных способов доставки информации. Поэтому мы идем за обществом в социальной сети, в Одноклассники, ВКонтакте, создаем свои чаты в Вайбере, создаем канал доведения информации в Телеграм и тем самым привлекаем участников общественного обсуждения, предоставляем им информацию о том, что у них есть возможность высказать свое мнение, внести предложение. Если вернуться к общественным обсуждениям, какие из примеров вы можете привести, какие темы были самыми волнующими в этом году, например? За последнее время на ресурсах НСПИ проходило обсуждение ряд нормативных правовых актов. Это законодательные акты, акты главы государства, проекты законов, которые касались, например, вопросов развития регулирования отношений в сфере бизнеса. Причем это достаточно большой пакет документов был. И решались вопросы, как связанные, например, с отдельными направлениями ведения бизнеса, например, агроэкотуризмом, так и общие вопросы, связанные с проведением контрольной надзорной деятельности в отношении предпринимателей, с лицензированием деятельности в различных сферах предпринимательства, так и вопросы, связанные с, например, наложением взыскания и применением штрафных санкций. Вызвавшим не меньше общественный резонанс проектом был проект декрета главы государства, связанный с оборотом табака, табачных изделий и с использованием различных систем курения. В рамках общественного обсуждения этого проекта были высказаны предложения как теми физическими лицами, которые потребляют табачные изделия, так и теми, кто является противником использования этих изделий, особенно в общественных местах. Одновременно также высказывают предложения представителей бизнес-структур, которые осуществляют деятельность в сфере оборота табака, его реализации. Вы можете тоже как-то свое мнение озвучивать на этих платформах? Мы стараемся быть беспристрастными, хотя, конечно, как у каждого гражданина у нас есть свое мнение. Но наша цель сделать общественное обсуждение максимально широким, вовлечь в него максимально большее количество представителей гражданского общества в Беларуси. И потом собрать все мнения, обобщить их, использовать их для того, чтобы государственный орган, отвечающий за конкретную сферу деятельности, например, бизнеса или оборота табака, эти мнения, позиции участников обсуждения принял к сведению, использовал их в разработке соответствующего проекта документов. Ваш центр занимается публикацией документов в том числе, да? Мы знаем, что многие документы вступают в силу только после того, как они были опубликованы. Как проходит этот процесс? Кто-то нажимает на кнопку, как это происходит? За 20 лет существования центра технологии работы с правовой информацией в значительной степени изменились. Если изначально все было завязано на бумажный носитель, на документ, на котором стоит печать, который доставлялся нам с помощью традиционной почтовой связи, то сейчас разработан ряд информационных систем, которые в значительной степени упрощают эту работу. Например, создана система, которая позволяет работать с нормативными правовыми актами, принимаемыми в настоящее время на местном уровне и обеспечивает доставку этих документов, их автоматическую регистрацию, учет в национальном реестре правовых актов без участия человека. То есть фактически в значительной степени процесс работы с принятыми нормативными актами автоматизирован. Например, с помощью этой системы в настоящее время порядка 64% правовых решений, документов, принимаемых в республике, уже доставляется и регистрируется в национальном центре с применением безбумажных технологий. То есть, объясните на примере, где-то председатель райисполкома подписал какой-то документ у себя, сидя в кабинете, и он появляется у вас на портале буквально через 5-10 минут, полчаса, час. В законодательстве установлена определенная процедура, связанная с принятием правовых актов. В частности, сейчас в деятельность государственных органов также внедряется электронный документ дооборот. Поэтому у руководителя государственного органа уже есть электронная цифровая подпись, с помощью которой он может удостоверить свое решение в виде электронного документа. После его подписания это решение проходит юридическую экспертизу. И доставка этого документа для юридической экспертизы, принятие решений в рамках юридической экспертизы также осуществляется в рамках созданной специальной информационной системы. После прохождения юридической экспертизы документ поступает в национальный центр правовой информации также в рамках одной информационной системы, работающей на интернет-технологиях, и регистрируется в национальном реестре правовых актов. То есть фактически на этапе движения документа с момента принятия решения до момента его официального опубликования бумажный носитель ушел в прошлое. В год мы регистрируем порядка 11 тысяч правовых актов с использованием информационных технологий. Если же говорить в целом, то в республике в настоящее время в массиве информационных документов уже включено порядка 200 тысяч документов. Это 64% примерно? 64% это как раз решение местных органов, решение органов местного управления и самоуправления, местных советов депутатов базового уровня. Они составляют порядка 64% от общего объема материалов, которые принимаются в республике в виде правовых актов. В настоящее время подготовлен проект постановления правительства, который направлен на то, чтобы данную практику положительный опыт в отношении. Уже сложившихся механизмов внедрения информационных технологий распространить и на решение республиканских органов. Мы рассчитываем, что в ближайшее время это решение будет принято. И соответственно на республиканском уровне система автоматизирующая работу с правовой информацией также будет внедряться. Вы уже вскользь затронули тему работы с интернет-аудиторией. Я буквально накануне смотрел ваши аккаунты и в социальных сетях всевозможных. Довольно активно работаете. Почему вы взялись за этот сегмент так активно и есть ли какая-то отдача именно от тех людей, которые интересуются новостями вашими в социальных сетях? Мы с вами активно используем интернет-мессенджеры, изучаем новости через интернет-ресурсы, получаем документы с помощью электронной почты. И все эти механизмы, они несомненно не только улучшают жизнь граждан, но и позволяют экономить государственные ресурсы. Поэтому Национальный центр правоинформации активно внедрял и продолжает внедрять современные технологии с тем, чтобы с одной стороны сделать право еще более доступным для граждан, для представителей бизнеса, а с другой стороны оптимизировать те процессы, которые связаны с движением этих материалов. Голосовать по электронной почте скоро будем? Вопросы голосования, конечно, относятся к компетенции других государственных органов, организаций, но я думаю, что в перспективе вопросы при решении вопросов идентификации граждан в интернете, безусловно, подтверждение личности, то есть того, что мы сейчас на избирательных участках подтверждаем свою личность паспортом, как только эти вопросы будут решены, я думаю, что за этим дело не станет. На такой завершающий вопрос, центру исполняется 20 лет, какие самые глобальные основные изменения вы бы отметили, которые произошли за этот срок? В первую очередь хотелось бы сказать, что центр с момента его создания стал уникальной организацией, обеспечивающей централизацию всех процессов работы с правоинформацией. Поэтому наш основной ресурс – это эталонный банк данных правоинформации. Он создан, развивается, постоянно пополняется. И по-своему эталонный банк данных – это та сокровищница в сфере права, которую мы храним, бережем и продолжаем развивать. Помимо эталонного банка данных правоинформации, называется он так эталонным не случайно, а именно потому, что это основной источник, содержащий достоверную правовую информацию, важным этапом в развитии НЦП явился переход, перевод всех государственных органов на официальное опубликование принимаемых решений в электронном виде. С 2012 года, в этом году уже 5 лет, как все государственные органы, принимающие свои решения, публикуют свои нормативные акты только на национальном правовом интернет-портале. Это ресурс, который ведет НЦПИ и который также обеспечивает централизацию и одновременно открытость и доступность всех принимаемых нормативных актов. Ну что ж, спасибо, что нашли время для интервью. Спасибо. Спасибо.